Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Сегодня чествовали победителя международных соревнований и первенства России по дистанционным конным пробегам Мусу Алиева. Профилактика наркозависимости. Эту тему обсуждали сегодня в Доме правительства и презентовали специальный проект. Почта распахнула свои двери. В Черкесии открылось современное и удобное 10-е отделение почтовой связи. Его призвание служить театру. Актер Карачаевского театра Энвер Дудуев рассказал Вестяма о своих любимых и новых ролях, воплощенных на сцене. Накануне в Москве глава Карачаева Черкесия Рашид Тимреза принял участие во встрече полномочного представителя президента России Александра Матовникова с депутатами Государственной Думы от регионов СКФО, большинство которых представители Всероссийской политической партии «Единая Россия». Также на встрече присутствовали члены других думских фракций. В процессе беседы полпред обменялся мнениями о дальнейшей совместной работе с депутатским корпусом в вопросах развития российских территорий. Александр Анатольевич подчеркнул важность созидательной позиции депутатов округа, независимо от их партийной принадлежности. От имени коллег глав субъектов СКФО глава Карачаева Черкесия Рашид Тимрезов поблагодарил депутатов за совместную работу по улучшению социально-экономического развития субъектов Северо-Кавказского федерального округа, важные законодательные инициативы, которые были внесены депутатами-представителями различных партийных фракций. Сегодня по поручению главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова состоялось чествование победителя международных соревнований и первенства России по дистанционным конным пробегам на дистанции 120 км Мусы Алиева. Муса на жеребце карачаевской породы по кличке 13-й показал наилучший результат. Юного спортсмена поздравил первый заместитель председателя правительства Эльдар Байчоров. Он вручил почетную грамоту Министерства сельского хозяйства республики, поблагодарил за победу и пожелал достижения высоких спортивных вершин. От имени правительства первый вице-премьер вручил благодарность за подготовку спортсмена к соревнованиям такого высокого уровня, за активное участие в воспитании молодежи, большой вклад в развитие конного спорта республики тренеру Мусы Алиева, его отцу, знаменитому конезаводчику Ахмату Алиеву. Кроме того, Эльдар Байчоров за большую общественную работу по развитию и популяризации конного спорта, воспитание молодежи, личную поддержку спортсменов из Карачаева-Черкесии, благодаря которой они имеют возможность участвовать в спортивных соревнованиях разного уровня, вручил благодарственное письмо президенту Федерации конного спорта Карачаева-Черкесии Азнауру Бердиеву. Министр по физической культуре и спорту Рашид Узденов также поздравил победителя соревнований и вручил ему почетную грамоту своего ведомства. Помимо этого, почетная грамота и ценным подарком от имени Федерации конного спорта Республики Мусу Алиева наградил президент Федерации конного спорта. Муса показал себя лидером среди юных спортсменов, и Муса показал такие достойные качества спортсмена. А спортсмен когда выигрывает? Когда у него есть воля, сила и тренировки. 14 лет человек уже добился таких высот. Сегодня в правительстве Республики прошла презентация социального проекта «Кавказское здоровье детям» по комплексной профилактике наркомании. Главная цель проекта – внедрение новых форм профилактики наркомании в раннем детском возрасте, таких как фильмотерапия, осознание передвижного консультативного пункта, маршруты здоровья, проведение обучающих семинаров, круглых столов, интерактивных родительских собраний и других мероприятий, говорили на презентации. Финансирование составляет полмиллиона рублей. Автор проекта «Кавказское здоровье детям» – Республиканская некоммерческая организация, реабилитационный центр общества без наркотиков. Профилактические мероприятия в рамках проекта будут проводиться до конца марта следующего года. В стране производится такое совмещение, соединение НКО с государством, чтобы бороться против наркотизации страны. И я хотел бы заметить, что это последнее время, которое дает нам уверенность, что мы сможем где-то выиграть, где-то победить и снизить наркотизацию. Важнейшим направлением этой работы отмечено поддержание общественных организаций, поддержание волонтерских движений в предупредительно-профилактической работе, направленной на минимизацию вредных последствий наркотизации населения, которую мы на настоящий момент имеем. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Тельсу. Чистая вода. Субтитры подогнал «Симон» Другие ценные подарки. 585 «Золотой». Квартира за два обручальных кольца. Продолжаем выпуск. В Черкесске по улице Ставропольская 104 открылось современное и удобное 10-е отделение почтовой связи. Новый стандарт качества почтовых услуг, скорость обслуживания стала очень удобным для клиентов. С работой почтового отделения познакомился и Алихан Лепшоков. Буквально на днях по улице Ставропольская 104 открылось обновленное и совершенно новое почтовое отделение номер 10. Продуманное, легкое, эргономичное. Так можно описать новую архитектурную концепцию почты. Буководство управления почтовой связи по Карачаевой Черкесии отмечает, что текущий год для них стал очень даже плодотворным и полным нововведений, что позволило клиентам получать качественные почтовые услуги. Это уже второе отделение, которое мы открываем в этом году такого типа. Отделение называется «Нового типа», в котором предоставлено нашим людям, нашим жителям и гостям Карачаевой Черкесии полный спектр услуг почтовой связи и на самом высоком техническом уровне. Десятое почтовое отделение находится достаточно в удобном месте. Здесь стало уютно, обслуживание качественное и быстрое, отмечают сами клиенты. Данное отделение почтовой связи отремонтировано по всем требованиям проекта ОПС нового формата. В новое отделение связи стало очень удобно заходить, нас очень быстро обслуживают. Все стало очень мобильно и удобно. Мы тут недалеко работаем и очень все хорошо теперь. Вы знаете, мы очень долго ждали такого момента, чтобы отремонтировали нам почту и чтобы люди с большим удовольствием заходили в это здание. Наконец-таки наша мечта осуществилась. Всем, кто это сделал, руководителям огромное спасибо. Но по обслуживанию почты я только могу сказать спасибо им. Также в будущем запланировано открытие еще нескольких по проекту ОПС нового формата в районах республики, а также мобильных отделений почтовой связи. Алихан Лепшокова, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Его призвание служить театру. Сегодня мы хотим рассказать вам об актере, труппе Карачаевского театра, заслуженном артисте республики Энвере Додуеве. Зрителям давно полюбились герои, воплощенные им на сцене. Исполняя разные роли, он всегда остается верен актерской правде, достоверно передавая характер персонажа. С Энвером Додуевым встретилась шерифат Лепшокова. Играет без фальши, чтобы зритель поверил происходящему на сцене. Энвер Додуев убежден, актер не имеет права выступать в полсилы. Публика тонко чувствует неправду. Он не скрывает, работая на сцене почти 20 лет, по-прежнему волнуется перед спектаклем. Каким ты не был профессиональным актером, и как бы хорошо ты играешь или плохо играешь перед выходом на сцену, тем более на зрителя, тем более на своего волнения. Очень нервничаю, очень сильно. И как вот начинаешь играть, уже потихоньку все опускает. Когда зритель тебя принимает, и как идут аплодисменты на каждое слово, например, уже начинаешь как-то уже играть. И чувствуешь, как тебя зритель принимает, и ты отдаешь то, что ты должен отдавать. Казалось, сама судьба привела его в театр. Когда будущий артист оканчивал школу, старшая сестра случайно увидела в газете объявление о наборе на отделение актерского искусства, тогда еще Республиканского музучилища, на курс Хасана Беджиева. Позже тот станет не только педагогом, но и наставником Энвера. Поставленный этим режиссером дипломный спектакль Мордамбалова, в котором начинающий артист сыграл главную роль и по сей день является для Энвера Дутуева одним из любимых. Поступив в прославленную труппу Карачаевского театра, молодой актер сразу проявил свое дарование, обратив на себя внимание публики и коллег. Затем последуют десятки ролей, и в каждой из них он будет органичен и естественен. Когда артист выходит на сцену, тем более к своему зрителю, он, артист, не должен наигрывать. Надо всю свою душу отдать. Раз ты играешь какую-то роль, хоть любую, всю душу. А если уже ты играешь, так тоже пойдет, а там что, уже зрителю неинтересно, и зритель к тебе не придет, от души надо играть. Зрелый мастер ответственен перед публикой. Бережно относясь к авторскому тексту, Энвер любит импровизацию. Скромный в жизни, но с легкостью перевоплощается на сцене, выступая в разных образах. На вопрос, в чем же видит предназначение Карачаевского театра, не задумываясь, отвечает. В сохранении традиций народа. Чтобы через шутку, прозвучавшую на сцене, или печаль, сидящие в зале почувствовали свое единение с народом, разделяли его нравственные принципы. Скоро труппа представит на суд карачаевского зрителя премьеру. В новом музыкальном спектакле сыграет Энвер Доттуев. Шельфар Лепшокова, Руслан Харченко, Вести Карачаева, Черкесия. В ауле Адиль Халк, Нагайского района, состоялась презентация книги «Муслемат» Кубанова. Юрек Толгаса, мероприятие приврочили к 70-летнюю юбилею автора. Альбина Ламкова продолжит. Этот день запомнился как праздник нагайской культуры, так как жизнь и творчество автора книги «Муслемат» Кубанова тесно связано с ее народом. Писать она начала еще в начальных классах, а первое свое серьезное произведение – в восьмом. Затем «Муслемат» отправила свои материалы в одну из местных газет, и редакция высоко оценила ее творческие способности. Более 30 лет «Муслемат» Кубанова пишет о житейских проблемах, рассказывает о радостях и переживаниях аульчан. Мы помним, когда она пришла почталенкой, я уже два года работала в газете, она пришла почталенкой в аул и сразу же начала сотрудничать с нашей газетой. Она писала на все темы, которые волнуют аул, аульчан, и о хороших дружениках села, и о культуработниках, и работниках торговли, которые добросовестно выполняли свой труд. Книга Юрия Ктолгаса «Озарение сердца» профессионально и красочно оформлена. В нее вошли не только рассказы, но и стихи посвящения, Нагайские народные частушки. Идея создания книги принадлежит сыну «Муслемат» Асану Найманову. Вот эту книгу Асан пришел ко мне, говорит, Тавара Варисовна, маме 10-го юбилей, а это было, наверное, за две недели. Надо книгу сделать. Он принес материалы в течение 30 лет. Для Асана его мама служит примером для подражания как в творчестве, так и в жизненных вопросах. «Всем, чего я достиг в жизни, я обязан своей матери. Ей приходилось очень тяжело. Она одна меня воспитала. И я посчитал, что самый лучший подарок в ее юбилей – это издание книги, где воедино собран труд всей ее жизни». В юбилейный вечер «Муслемат» Кубановой сказали много теплых и добрых слов. Пожелали творческого развития, благополучия, долголетия. Альбин Ламков, Светлана Кокова, Руслан Харченко. Вести Карачаево-Черкесия, Ногайский район. Завтра на территории Карачаево-Черкесии пройдет субботник по уборке, благоустройству и санитарной очистке городов и населенных пунктов республики. Это все вести. Удачи и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok